Международный день защиты от безработицы отметили накануне. Сейчас в России около 5% трудоспособного населения считаются официально безработными. Борются с этим явлением по-разному. Проводят различные ярмарки, вакансии, ну и, конечно же, помогают россиянам овладеть новыми профессиями. Рассказывают о возможных путях выхода из сложной и, на первый взгляд, даже патовой ситуации. Среди наиболее удачных и перспективных – самозанятость или же открытие собственного дела. Самозанятость – возможность самореализации для активных людей. Именно под этим лозунгом сегодня в «Точке кипения» в Ульяновске прошла встреча авторов проекта и его участников. Тех, кто уже успел воспользоваться его возможностями, и тех, кто только мечтает об этом. К слову, у многих все начинается именно с мечты. Например, Анастасия, мама в декрете, совсем скоро станет бизнес-леди. До этого она успела поработать аниматором. Теперь же этот непростой хлеб должен покрыться жирным слоем масла. Возможно, с икрой. Решила открыть свой бизнес, детскую игровую комнату, чтобы было интересно подрастающему поколению, своей же дочери. Пришла к этой мысли уже очень давно, долгое время шла. Думала, где-то с 18 лет я работаю аниматором, сама развлекаю детей, очень нравится работать с детьми. Я думаю, это будет востребовано. Сейчас она дописывает бизнес-план, который потом отправится в кадровый центр, где, возможно, окажут довольно внушительную финансовую поддержку. Данный бизнес-план безработные должны согласовать с Центром развития предпринимательства, должны получить положительное заключение комиссии по бизнес-планам. Данная комиссия работает при кадровом центре Ульяновской области. И вот только после положительного заключения безработный гражданин может заключить договор на получение единовременной финансовой поддержки, помощи в размере 67 680 рублей. До этого момента проект сопровождают специалисты кадрового центра и Центра развития предпринимательства. Мы плотно взаимодействуем с областным центром занятости населения. По их программе по поддержке самозанятых категорий граждан. Наша организация согласовывает бизнес-планы безработных граждан для дальнейшей защиты данных бизнес-планов на комиссии и получение денежной субсидии для начала собственного бизнеса. На встрече провели несколько мастер-классов для начинающих бизнесменов, а также наградили тех, кто уже добился определенных успехов в бизнесе. Уже 18 обратившихся в Центр занятости безработных открыли свое дело. Например, владелица мини-ателье Наталья Музыка мечтала о собственном предприятии, когда только получала диплом. Но все же сначала успела поработать, как говорится, на дядю. Потом лишилась места. Этот знак судьбы и подсказал – пора мечту сделать былью. «Предыдущую работу, да, я любила. Начинали мы с истоков. Но так получилось, что я ушла оттуда. Для меня это, наверное, скорее всего, знак, что пора уже начать самой. Столько времени уже прошло. И ничего страшного в этом нету. Начинайте». Помог и муж. Тоже предприниматель. Сейчас они вместе ведут все дела, как будто растят бизнес, как маленького, третьего ребенка. В ателье им помогают пять человек. Но в будущем таких помощников может стать и больше. Ведь и Наталья, и Андрей постоянно ищут новых заказчиков. Как индивидуальных, так и целые фирмы. Таким образом, решившись однажды, Наталья обеспечила работой и себя, и тех людей, кто в ней нуждался ничуть не меньше. Антон Никитин, Герман Баранов, Вести, Ульяновск.